Привет, друзья! Сегодня я довольно быстро и просто обрисую, как проще всего получить классную физическую форму. У меня довольно неплохо получается контролировать свое тело. Приблизительно 6 лет назад я выглядел вот так, затем через пару лет вот так, этим летом я выглядел вот так, и сегодня я выгляжу вот так. Так, чтобы понять, как правильно управляться со своим телом, мне пришлось изрядно поискать информацию, изрядно поучиться, и я подготовил такую классную выжимку, чтобы вы все быстро сразу поняли. Самое первое, самое главное, что вам нужно знать, это что тренировки в тренажерном зале очень слабо помогут вам сделать свое тело каким-то рельефно-привлекательным, если у вас лишний вес. Если у вас брюшко, толстая кожа, много всяких складок, жира, занятия в спортзале помогут вам очень слабо. Почему? Потому что, согласно всем исследованиям, тело безо всяких тренировок на так называемый базовый метаболизм тратит наибольшую часть энергии в сутках. То есть приблизительно вот эта вся часть, вот эта вся часть процентов эдак 65, это уходит просто на то, чтобы у вас бегала кровь по сосудам, чтобы вы дышали, чтобы билось сердце, чтобы работал мозг, чтобы росли волосы и ногти, ну и так далее. Какие-то еще более мелкие физиологические процессы, где-то там работа печени, селезенки и так далее. Остальное, вот это все, не все это физическая работа, там из оставшихся 35 процентов, процентов 25, это вот ваши передвижения, какие-то перемещения, наклонились, вы там присели, встали. И 10 процентов, я не помню там на что еще уходит, но самое главное, что основная часть вашей энергии тратится сама по себе, просто так, на то, чтобы вы просто жили. А какая-то остальная часть, меньшая, вот эта уже часть, тратится на ваши передвижения, перемещения. И когда вы приходите на тренировку и начинаете интенсивно заниматься, принимать какие-то нагрузки, ну да, вы там тратите больше энергии, чем просто сидя на диване дома. То есть, когда вы сидите на диване, какая-то энергия тоже тратится. В зале, когда вы идете там на беговой дорожке, какие-то крутите педали велотренажера с нормальным сопротивлением, поднимаете какие-то гантели, больше расходуется энергии. Пусть в два раза, пусть в три раза, но я нарисую еще один кружок. Это сутки. И в сутках ваша тренировка, ну сколько продлится? Полтора часа? Это в один конкретный отдельно взятый день. То есть, в сутках, вот, ваша доля какая-нибудь, где вы занимались спортом, и вот только в это время вы тратили энергии в три раза больше, чем обычно. То есть, вы за вот эти полтора часа потратили, как просто сидя на диване, допустим, там за четыре с половиной часа. Для суток полных общий расход вашей энергии увеличился в процентах не сильно. То есть, ну как будто три часа лишних вы жили в сутках. То есть, как будто не 24, а 27 часов, там три лишних часа, одна восьмая, 12 с половиной процентов. То есть, за сутки вы на 12 с половиной процентов потратили энергии. Но, если вы занимаетесь активными физическими нагрузками, вы уже знаете, что вы не можете делать это каждый день. Не просто из-за какого-то расписания, да, у вас же жизнь, есть другие дела. Не потому, что организм все-таки устает, ему нужен отдых, нужен сон, нужно хорошо отдыхать. И вы максимум можете ходить через день. И тогда ваша надбавочная энергия от того, что вы повпахивали в зале, ваш лишний выплеск энергии, да, то, что вы потратили калории, уже за два дня составит не 12 с половиной процентов вот этих приблизительно посчитанных, а уже 6 с четвертью процента. То есть, понимаете, вы там впахиваете на тренировке. А, как правило, люди ходят три раза в неделю на тренировке, поэтому получается даже меньше, чем раз в два дня. То есть, получается, если вы на тренировке тратите энергии в три раза больше, чем просто сидя на диване, вы же там не непрерывно все эти полтора часа поднимаете какой-то вес. Вы же там где-то нагрузку какую-то приняли, потом отдыхаете. Или если вы просто там идете по дорожке, да, то это, ну, не очень много энергии. Ну вот, получается, в круговую за неделю вы расход калорий увеличиваете процентов на 5, понимаете? И кто-то спросит, так что же получается, почти нет никакой пользы от тренировок? Есть польза от тренировок, но другая. То есть, если вы хотите именно сбрасывать калории и за счет этого получить классное тело, у вас ничего не получится. Более того, если у вас изрядное количество лишнего веса, у вас много какого-то жира, складок, у вас очень невыгодное соотношение мышечной массы к общей массе тела, и доктора при таком раскладе ни в коем случае не рекомендуют какие-то интенсивные стрессовые нагрузки. Бег, вот начинать с бега тучным людям ни в коем случае. Ходьба, да, сначала по ровной поверхности, потом уже можно, ну, в спортзале на этих электронных дорожках, можно уже под уклоном вверх немного. Но вот только так, ни с каких там приседаний, с какой-то активной гребли, или какие-то вот групповые занятия с какими-то там аэробикой, вот этими какими-то активными спортивными танцами, ничего такого нельзя начинать тучным людям. То есть, им можно тренироваться только крайне осторожно. И опять же, польза будет ли? Будет, но другая. И я к этому вернусь, я это объясню. Что же тогда делать? Дело в том, друзья, что, да, действительно, если вы на тренировке надеетесь сжечь много калорий, то нет, никак вы не отмените тот факт, что чисто по математике вы просто на 5% в неделю увеличите свой расход калорий. То есть, одна какая-то лишняя скушенная булочка просто нивелирует вообще все это. А люди, ну, то есть, как бы сводят все это на нет. Никаких результатов не будет. А люди, понимаете, в чем наша проблема? Мы перестали замечать, что мы питаемся страшно калорийной едой. Просто дико калорийной едой. И, как правило, мы усваиваем не все калории, которые съели. Как правило, мы съедаем гораздо больше питательных веществ, чем наш метаболизм способен воспринять. Через наш кишечный тракт проходит больше еды, чем организм способен до конца усвоить. Ну, я имею в виду не абсолютно до какого-то математического конца, так в природе никогда не бывает. Но я имею в виду есть, ну, бывает, когда организм действительно голодный, и в него попала какая-то еда, и он ее там с удовольствием всю вот, ну, как бы основную какую-то всю часть питательных веществ из нее впитал, обработал, рассосал и так далее. А бывает, когда люди непрерывно едят что-то очень калорийное, очень много, и часть этих калорий даже не усваивается, проходит транзитом через организм. И если вы стали потреблять, вернее, стали растрачивать на 5% больше калорий за неделю, то ничего при таком образе жизни, при таких пищеварительных, в смысле, при таких гастрономических привычках для вас не изменится. Потому что через вас всегда проходит калорий с избытком, вы не успеваете их усвоить. И если вы растратили немножечко больше, всего лишь на 5% больше калорий, то через вас проходит на 100% больше калорий, чем усваивает ваш организм. Хорошо, пусть на 50%, пусть на 30%, но если вы на 5% калорий потратили больше, используя тренажерный зал для этого, это не значит, что у вас дефицит калорий возникнет в теле и что вы начнете худеть. Нет. То есть ваше питание не сбалансировано, не выверено какими-то олимпийскими учеными или какими-то докторами НАСА, которые космонавтов готовят. У вас не посчитана калория к калории? Нет. Через ваш организм, запомните, это правда, проходит с большим запасом еда, с большим запасом калорий. Соответственно, всего лишь увеличив на 5% или даже на 10% путем неимоверных усилий расход калорий за неделю, вы не добьетесь никакого рельефа, вы не получите красивое тело. Что же тогда делать? Эта проблема решается именно через питание, именно через изменение пищевых привычек. Конечно, это неприятно, недовольные сейчас заворчат, как это я вот прямо сейчас кусаю сладкую булочку, намазанную сгущенкой, да, и запиваю ее какой-то сладкой водой. А мне вот предлагают изменить мои пищевые привычки. Да, но тут, понимаете, или так, или так. То есть или вы хотите есть все время вот эти всякие сладости, быстрые углеводы, или вы хотите красивое тело. Так вот, друзья, чтобы в самом деле получить хорошее тело, и здоровое тело, и быть очень спортивным, классным, активным, бодрым человеком с хорошим настроением, вам поможет в первую очередь мое видео недавнее, которое называется «Как удержаться на диете». Там рассказывается, что нужно питаться маленькими порциями, очень маленькими, именно смешными. То есть плошечка такая, как у буддийского монаха для риса. И вы кушаете любую еду, которую вы хотите, почти любую. Сейчас более подробно о том, что есть, а что не есть, разберемся. Но, скажем так, много всякой разной еды вы можете туда положить и съесть, но порция должна быть очень маленькая, смешная. И, пожалуйста, получайте там все разнообразие каких-то витаминов, микроэлементов, минералов, пожалуйста, все, что хотите. Но порция очень маленькая, и вы должны дождаться ощущения небольшого голода, и с ним ходить. И когда вы почувствуете, что голод усиливается, тогда вы должны скушать следующую маленькую-маленькую порцию. С непривычки сразу предупреждаю. Когда кто-то это попробует, ляжет спать, например, вы можете проснуться от того, что вы голодны. Я в самый первый раз, когда со мной такое произошло, я просто без какого-то, без терзаний душевных, я просто съел очередную вот такую маленькую порцию. Попытался заснуть, оказалось, что мне не хватает. С непривычки. Я тогда съел еще одну такую маленькую порцию. Тогда уже заснул, но, уверяю вас, этих порций не хватило мне на всю ночь. Я проснулся с ощущением голода. Не звериного голода, но голод присутствовал. То есть вот этих пары порций, может быть, на полночи мне хватило, а дальше в организме все-таки был дефицит калорий, а я уже находился в стадии глубокого сна. И уже все, меня ничто не терзало, я не проснулся из-за этого. И полночи вот эти вот, которые 65% за сутки тратятся на базовый метаболизм, они нужны были организму, они тратились, но уже не было еды в желудке и в крови. И организм брал это именно из отложенных жиров. И в этом есть отличнейший, прекраснейший секрет как раз-таки похудения. Потому что сон это многочасовое мероприятие, вы спите долго. И если вы ложитесь спать с дефицитом калорий, я имею в виду не сильный голод, а вот вы вечерком, вот откуда и взялось вот это не есть после шести, вы последний раз вечерком поели и маленькую порцию не объелись так, чтобы из-за стола не могли встать. А вы съели маленькую порцию, это не обязательно должно быть в 6 часов вечера, это может быть в 8 часов вечера. Но это должна быть маленькая порция мюсли, несколько чайных ложек мюсли, залитая кефиром. На крайний случай это маленькая порция каких-нибудь там хлопьев, там пшеных или гречневых, которые вот так распарили и съели. Ну и все, маленькая-маленькая порция, где сухого вещества буквально там 20-30 грамм. Вы скушали такую порцию, вы дотянули до ночи, вам нормально, но ложитесь вы, вам точно на всю ночь не хватит. Вам на первый час сна хватит калорий, а потом на всю ночь вам не хватает. И как я уже сказал, если с непривычки вы это сделали и проснулись от того, что вы голодны, вы можете скушать одну или чуть-чуть погодя еще вторую, вот такие маленькие порции, но привыкание происходит буквально за день-два. То есть вы не будете так мучиться, что вы заснуть не можете. Очень быстро происходит перестройка организма, и вы будете спать нормально, а сон, обычный сон расходует ваши калории, рассасывает ваши жиры, и вы будете просыпаться каждый раз нормально, равномерно похудевшим. Еще одна важнейшая вещь, которую вы должны понять про равномерность похудения, это что, можете прогуглить эту тему, вы убедитесь, что я прав, многочисленные медицинские и спортивные исследования показывают, что нет способов убрать жир локально. То есть, например, у вас складки на животе, и вы не хотите заниматься весь с ног до головы, вы хотите именно живот подтянуть. Так вот, были многочисленные исследования, и как бы люди ни старались, они не могут, никто не может целенаправленно убрать складки именно на животе, именно в одной области. Это может быть на ягодицах, так не получается. Просто запомните, что уход жира, он происходит равномерно по всему телу, то есть, худеть можно только целиком. И у кого как индивидуально, генетически просто сложилось, как жир распределяется по телу, так и будет. То есть, если у вас такой тип тела, что на животе в самую первую очередь откладывается, на животе и талии откладывается жир, и потом уже на ягодицах, на бедрах, и потом уже на груди где-то, то значит, чтобы живот у вас был такой подсушенный, подтянутый, вам придется полностью худеть-худеть, уберется все где-то там с плеч, кожа станет более тонкой, везде, не знаю, там и на спине рельефа больше станет, и уже да, и с бедер идет, и с ягодиц идет, и только потом уйдет с живота. Вы ничего не можете с этим сделать, кроме каких-то жутких искусственных липосакций. Хорошо. Таким образом, если вы будете в самом деле питаться вот такими маленькими порциями, дожидаясь голода, как я уже еще раз повторю, схема такая, вы чувствуете легкий голод и не кушаете немедленно, а когда вы чувствуете, что голод начинает быть уже чуть сильнее, вам становится уже так действительно некомфортно, немедленно кушаете, но всегда маленькую порцию. И все. Таким образом, вы просто будете спать и худеть. И в зале вам не нужно напрягаться. Понимаете? Вот это вот все. Теперь возвращаемся. Так а что же, значит, тренировки не нужны? Они нужны. Но, как я уже сказал, для другой цели. Когда вы, вместо того, чтобы лежать на диване трупом и обнимать этот диван жиром, активно занимаетесь спортом, у вас в очень положительную сторону меняется гормональный фон. Например, гормон роста. Когда вы ведете вялый образ жизни, мало дышите свежим воздухом, мало двигаетесь, потребляете много сахара, алкоголя и всякое такое, он очень слабо выделяется. И у мужчин тестостерон очень слабо выделяется. Мужчины обабливаются, становятся такими непонятными, какими-то бесформенными колобками. Когда вы активно занимаетесь в спортзале, у вас гормональный фон улучшается. И согласно рекомендациям известного на ютубе доктора Берга, который официально переведен на разные языки, у него есть официальные каналы и на русском, на английском, на разных языках, он из Германии. Согласно его рекомендациям, нужно делать упор именно на интенсивные тренировки, которые также параллельно во всей остальной жизни, в повседневной, сопровождаются как раз-таки интервальным голоданием. Что такое интервальное голодание? Это, как я сказал, между приемами пищи вы чувствуете голод. То есть не так, что вы... Ну вот я же там ел уже не очень недавно, да? Ну, наверное, поем еще. Нет. То есть вы должны дожидаться хоть какого-то голода, что немножечко, немножечко вы чувствовали голод, и теперь вы кушаете, но опять же, очень маленькую порцию, чтобы скоро в следующий раз опять дождаться голода. Так вот, когда вы хорошо спите, когда вы вот так питаетесь, интервально голодаете, и когда вы применяете в тренажерном зале, в каком-то фитнес-клубе, именно интенсивные нагрузки всплесками, сейчас подробнее расскажу как, то у вас гораздо лучше вырабатывается гормон роста, а он... Гормон роста не в смысле, он будет ваш рост увеличивать, что вы будете выше и выше становиться. Нет. Он улучшает рост мышц, и он омолаживает. Он, в принципе, омолаживает организм, и вы будете просто более привлекательным. Ну, и женщины тоже будут более привлекательными. То есть это очень-очень хорошее такое внутреннее изменение в вашем организме. И здесь обращаю ваше внимание. Если вы начнете ходить на беговой дорожке поначалу, поначалу, допустим, вот вы тучный человек, и вы решили сначала приучать себя к, в принципе, к каким-то нагрузкам в спортзале, вы решили ходить по беговой дорожке, чтобы ваше сердце хотя бы привыкло, да, как я рекомендовал, сразу там как-то приседать, грести, бегать, пытаться что-то там делать, ну, я не знаю, что еще там можно интенсивного такого делать. Это сразу не надо, да. Но вот вы плавно привыкаете, и параллельно применяете вот такую аккуратненькую диету, да, и вы каждый день хотя бы по 200 грамм теряете. Даже если вы будете каждый день по 100 грамм терять, ну, понимаете, за полгода, то есть можно очень комфортно терять по 100 грамм, как-то сильно не ограничивая даже свое питание, просто очень аккуратно, аккуратно, вот такими маленькими порциями, подходя к ночи, к вечеру, и там аккуратно засыпая, просто, ну, за полгода все равно 18 килограмм вы потеряете, 18 с половиной, да, за 185, там, ну, за 183 дня, ну, в общем, неважно. Вы будете жить нормальной жизнью, а вес будет уходить, уходить, вы будете все краше и краше становиться. Так вот, если вы привыкнете к беговой дорожке и начнете потом ходить быстрее, а еще ходить под наклоном, и привыкнете, и будете так все время делать, делать, получится, что вы некую небольшую нагрузку освоили в спортзале, то есть вот график вашей нагрузки, вот эта нагрузка, какая-то мощность, да, N, которую вы выдаете, а это у нас время, да, и вот вы какую-то нагрузку освоили, какую-то небольшую мощность взяли, и вы все время в течение тренировки, вот вы идете, 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 вы даете эту мощность. Знаете, во что превратится ваша тренировка? В простое сжигание калорий. То есть вы когда-то вот здесь, на начальном этапе, вы осваивали вот эту нагрузку, вот эту мощность, вы так потихонечку ее так брали, больше, 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 и теперь вы просто вот идете под наклоном, ну какая-то мощность у вас там стоит, сколько-то калорий в час вы теряете, и вы получается просто пытаетесь, опять же, тренировкой сжечь больше калорий. Ваш организм привык, для него это нормальное обычное явление, никакого физиологического вызова организм не чувствует, вы просто пытаетесь сжечь калории. А как советуют некоторые компетентные граждане, нужно делать нагрузки стрессовые, только не неадекватные гиперстрессовые, как я сказал, если тучный человек начинает бежать. Нет. То есть сначала похудение, похудение, и вот такое простое привыкание, и в любом случае потом не вот такие длительные, равномерные, одинаковые нагрузки, когда вы давно привыкли и просто вот так ходите ногами, а повышать нагрузки, как бы чтобы организм чувствовал какой-то вызов. То есть здесь вы уже, то есть вы худели-худели, и вышли быстрее-быстрее, угол все больше и больше, лучше брать больше угол, вот пыхтеть-потеть недолго, там 5 минут, 7 минут, может быть 10 минут, а потом отдохнуть, выставить там допустим дорожку в ровное состояние, и не спеша побрести по ней, вообще поставить там 3 км в час, просто побрести, отдохнуть, а потом опять ее высоко поставить, опять погрести, и скорость чуть повыше, вот так пойти как бы в горку с нагрузкой и все. И так постепенно, постепенно, получается тело худеет именно из-за диеты и сна натощак. Из-за этого тело в основном худеет, вы так гораздо больше будете терять веса, чем от каких-то тренировок. Да и вообще, как я сказал, если вы привычки питания не измените, да, то ни от каких тренировок вы вес не будете терять. Вот. А по мере того, как вы худеете, худеете, и у вас уже лишнего веса немного, вы уже можете, правда, начинать бегать. И когда я начал бегать, мне не очень удобно на улице где-то спринты какие-то устраивать, а в тренажерном зале, да, стоят неплохие дорожки. И я попробовал сначала пробежаться без подъема на скорости 15 км в час. Ну да, с непривычки, как бы обычно никогда не бегаешь, это был небольшой вызов. Потом я попытался, ну, в общем, немножко там буквально за одну, за две тренировки привык. Уже пробежался на 18 км в час. Потом 18 км и 2% уклон. Потом 3%, там, если может кто-то не в курсе, не градусы, там именно проценты. Проценты означают, что на 100 метров, ты вот если 5%, значит на 100 пройденных метров вперед, ты на 5 метров поднялся в гору. И подъем 100% будет означать 45 градусов. Так работает система процентная подъемов в обозначениях на этих беговых дорожках в зале. Так вот, потом на 3% 18 км в час. И привыкание идет быстро. То есть буквально одна-две тренировки, и организм говорит, все, хорошо, я понял, круто, я могу. И все, потом уже 20 км в час на 3 градусах, потом 20 км в час на 5 градусах. И уже недавно я заметил, что и 20 км в час на 5 градусах, ну, как-то маловато. А задача именно устраивать короткий забег до 30 секунд. Вот я так и делал, 15-30 секунд. А тут я заметил, что уже, ну, и дольше получается, и как-то, ну, не сильно выматывает. При этом дорожка, там, до 22 км в час может. Но все-таки, когда по ее краям стоят неподвижные, вот эти вот, ну, как бы неподвижная рамка, и на очень большой скорости, когда уже плохо контролируешь свой бег, можно зацепиться ногой за неподвижное. Это очень опасно, поэтому, ну, ладно, я 20 км, я дальше градус накручиваю, а скорость все-таки до упора не ставлю. То есть 20 км в час хватит. С моим ростом, кто пониже, вот я 178, если кто-то, допустим, 170, для него и 20 км в час, это будет слишком быстро махать ногами, можно и поменьше скорость оставить. Так вот, в последний раз я уже делал, по-моему, а, 10 градусов, да, то есть 20 км в час, ну, не градусов, извините, да, ошибся, а процентов. То есть 20 км в час, 10 процентов, да, там нагрузка такая уже, ух, здорово. Ну, конечно, там какие-то профессиональные спортсмены сейчас надорвутся от смеха, слушая меня, но я имею в виду для обычного человека, который в основном только сидит за компьютером, да, а при этом масса тела больше 80 кг, ну, это как бы все-таки неплохая нагрузочка. И организм после этого действительно чувствует себя очень как-то бодро, интересно, и когда вы по вот этим всем процентам и скоростям повышаетесь каждую тренировку, вы прямо чувствуете изменение своего состояния, вы чувствуете, что ваш организм становится более ловким, более мобильным, более у вас сон какой-то классный. Понимаете, когда вы приходите в фитнес-клуб и немного размявшись, можете выдать такую нагрузку резко, и вы привыкаете к этому, это означает, что в любой день, утром, вечером вы идете по улице, вдруг, откуда ни возьмись, вы можете выдать такую нагрузку. И если вы привыкли 20 км в час бегать с уклоном 10 процентов, представляете, если вам по-ровному вдруг надо побежать догнать кого-то, вы будете бежать и просто как бы мысленно сетовать на то, что из-за каких-то природных причин, ну, как-то не успевается еще быстрее махать ногами, но при этом вы будете понимать, что вам не очень тяжело, сердцу не очень тяжело, то есть просто есть какой-то предел, вы не можете махать ногами еще быстрее, но как бы вам нормально, вы бежите или бегите, вы бегите как Форест Гамп, да, run, forest, run. То есть ощущение очень бодрое, очень здоровое, очень классное, и гормональное обновление действительно получается здоровское, то есть вы действительно меняетесь. Если вы вдобавок еще и будете употреблять омега-3, содержащие продукты, как-то всякие северные сорта, жирные сорта рыб, либо отдельно покупать какую-нибудь печень ментая, печень трески, либо льняное масло, либо льняной урбеч, который я на стене у себя размещал, недавно купил, он не очень вкусный и очень липкий, но и не противный, и если его добавлять куда-нибудь и блендером размешивать, так вообще пользы море, а каких-то неприятных моментов практически нет. И, как говорят различные источники, в льняном масле, в льняном семени омега-3 содержится в несколько раз больше, чем в этих северных жирных рыбах, поэтому на заметку принимайте. Вот, получается рецепт хорошего тела, это очень аккуратно питаться вот такими маленькими порциями, и напоминаю, вам не нужен сильный голод, вам не нужно себя сильно сдерживать, нет, вы ждете легкого голода, и не спешите пока есть, а как только голод хочет стать таким более сильным, вместо того, чтобы страдать, вы кушаете следующую маленькую, смешную такую маленькую порцию, и таким образом просто из-за такого дневного питания и из-за такого сна вы будете прекрасно терять калории, а тренировки нужно использовать именно для гормонального фона. И опять-таки, друзья, еще один момент, это я объяснил, как просто худеть и получать бодрое рельефистое тело в тонусе. Но если кому-то нужна мышечная масса, это уже другое, потому что если вам нужно накачать большие мышцы, а вы придете в дефиците калорий на тренировку и начнете тренироваться, получается, что тут бы мышцам как раз, ну, выдавать свой максимум, получая из крови все необходимое для них, какое-то богатое питание, да, но дозировано, чтобы вы не ожирели, да, то есть все это там должно быть тонко рассчитано и вот в таких условиях работать, да, а вы будете в дефиците, да, то есть не будут оптимальные условия именно для роста мышц. То есть это совершенно другая тема. Я не говорю про наращивание мышечной массы сверх того, что организм вам отвел в связи с вашим ДНК, да, это другая тема, это, пожалуйста, не ко мне. А рельефистым, ловким, сильным, бодрым и с хорошим настроением вы будете, если будете применять вот такую диету и будете в тренажерном зале применять вот такие кратковременные, именно короткие, стрессовые, высокие нагрузки. То есть вот здесь я показал, допустим, вот так сделаем, да, один час. Вот это у нас один час. Если вы просто привыкли ходить на дорожке с какой-то скоростью под каким-то углом и просто проходили один час, это вы просто сбрасывали калории. А когда вы делаете короткие стрессовые нагрузки, у вас мощность получается очень высокая. То есть вот вы начали, там как-то запустили эту свою дорожку, потом вы сделали вот такую мощность, потом вы отдыхаете, отдыхаете, восстанавливаете дыхание, пульс, приходите в себя, чтобы вы полностью пришли в норму. Потом опять вы делаете высокую нагрузку, но к этому нужно приходить пошагово. Тренировка за тренировкой, увеличивать эти нагрузки, убедившись при этом, что вы уже достаточно сбросили веса, что у вас избыточного какого-то жира в теле не очень много, что вы более-менее мобильный и можете уже как-то вот такие нагрузки выдавать. Последнее, наверное, что стоит объяснить, это пропитание. Я сказал, что в этой маленькой порции может содержаться почти любая еда, очень разнообразная еда, к которой вы привыкли, но есть категория еды, которая является вашим самым большим врагом. Это быстрые углеводы, среди которых сахар стоит отдельной позицией. Сейчас объясню. Дело в том, друзья, что экспериментально замечено, и я могу вам дать свое честное слово, что это замечено лично на мне, а также на некоторых моих товарищах, они могут прийти и подтвердить, что когда очень мало употребляешь углеводов, но ешь с избытком белков и жиров, прямо много, прямо вот по калориям выходит очень много, когда считаешь это по чистой математике, ну получается действительно очень много, никакого ожирения, никакого набора веса не происходит. Когда у человека цель сбросить вес, когда у меня была цель сбросить вес, когда у товарищей была цель сбросить вес, и они углеводы почти не употребляли, а употребляли слишком много другого, белков и жиров, то у них просто останавливалось похудение. Организму было достаточно всего, и он не терял вес, не худел. Но никто, нигде, ни я, ни товарищи не зафиксировали, чтобы был рост веса, от того, что ты слишком много съел по калориям, белков и жиров. Углеводы. Именно углеводы являются нашим злейшим врагом. Именно они вызывают все эти ожирения, потолстения. И в основном это работает так. Еда, термообработанная, крахмалистая еда, как то хлеб, особенно белый хлеб из пшеницы, высшего сорта, из муки, в смысле высшего сорта, это самый большой враг. Так, картошка тоже, это просто вообще никуда не годится. Ну и всякие макароны, в некотором роде другие каши, в некоторой степени имею в виду. В общем, самая, да, самая, самая нехорошая еда, это картошка, белый хлеб и всякие булочки, вот макароны, ну а все, то есть пиццы всякие, это же все разновидность хлеба. Они содержат в себе огромное количество крахмала, который очень быстро распадается на глюкозу. И проблема в том, что энергии там содержится дичайшее количество. Я когда-то смотрел научно-популярное видео, где говорилось, если 7 грамм тротила взорвать, ну как бы использовать на 100%, там со 100% КПД, всю энергию, содержащуюся в химических связях, 7 граммового кусочка тротила, то можно шар для боулинга подбросить на 600 метров. Не было сказано, какой именно. Они бывают разного размера. Но даже если 8-килограммовый, то на 600 метров. А если взять маршмеллоу 7-миграммовое, которое практически полностью состоит из сахара, и использовать его энергию химических связей полностью, со 100% КПД, то на 2 километра можно будет подбросить шар для боулинга. То есть энергии в сахаре, в крахмале содержится дичайшее, огромное количество. И когда вы съедаете какую-нибудь картошку, основная ее масса вся очень быстро в вашем желудке начинает распадаться на глюкозу. Вся эта глюкоза попадает к вам в кровь, и это получается огромное количество энергии. Так-то нашим тканям нужна глюкоза, но в определенных количествах, понемножечку. А когда попадает такое огромное количество, то она превращается в жир, в гликоген. И плюс к этому всему, бесконтрольно, я уже много лет назад делал об этом видео, бесконтрольно вырабатывается инсулин, получаются огромные инсулиновые всплески, где-то он поработает, поработает этот инсулин, и остается свободный инсулин, какой-то плавающий по телу. И вот этот свободный инсулин, избыточный, он дичайшие беды приносит, он нарушает все, воспаляется все, акне вот это вот на лицах, прыщи вот это, да, у кого там кожа порытая, у всех все испорчено, все органы. В общем, кто окунается в этот вопрос, как только вы начнете изучать, очень довольно быстро, буквально за один-два дня, вы приходите к фразе, где-то прозвучавшей, что нет ни одного органа в теле, который не был бы, который не страдал бы очень сильно от сахара. То есть, ну нет таких мест в теле, которым не становится плохо от сахара. И сахар, он только наполовину является глюкозой, сейчас этот момент отдельно разберу. В любом случае, когда вы едите какой-то хлеб, белый хлеб из муки высшего сорта, да, из супертоненькой, которая как пыль, когда вы едите термообработанную картошку, какую-то пиццу, макароны и вот всякое такое, все это очень быстро превращается в глюкозу и в промышленных количествах. Организму некуда девать эту энергию, и он все это превращает в гликоген. Постараюсь не забыть и разместить описание научное, как это происходит. И все это оседает жиром в вашем теле. То есть, быстрые углеводы, они делают вам медвежью услугу. Они вроде бы вас быстро насытили, но они вам дают гораздо, гораздо больше энергии, чем вам сейчас нужно в моменте. Поэтому нужно кушать малое количество медленных углеводов. Вот я кушаю мюсли, залитые кефирчиком. Кисломолочная, отдельно надо будет как-то о средиземноморской диете поговорить. Можете погуглить, что такое средиземноморская диета. Считается нематериальным наследием ЮНЕСКО. Это очень круто, рекомендовано всем и беременным, и очень-очень круто для здоровья. Туда входят кисломолочные продукты, поэтому я потребляю кефир. Так вот, мюсли, даже будучи запаренные кипятком, они не усвоятся полностью организмом. Они усваиваются неохотно, связи у них там крепкие, а я еще и не кипятком это все запаривал, а холодным кефиром. Поэтому они проходят только через тело, частично только как-то усвоившись, и я ем маленькими порциями, то есть углеводов по массе мало, и они еще и даже не распарены, не разварены, то есть они очень неохотно расщепляются на глюкозу. То есть я получаю, я даю своему телу мало углеводов с маленькой скоростью. Вот так хорошо. Все остальное, это белки и жиры, то есть можно кушать, ну, кто не вегетарианцы, пожалуйста, мясо, рыба, яйца, да, кто не веган, там, пожалуйста. В сыре много белков, много жиров, там, ну, что можно есть? Опять же, хлебы можно всякие искать, покупать специальные, без пшеничной муки высшего сорта, да, а какие-то из ржаной, обдирной муки, из какого-то грубого помола, с какими-то еще, из цельных зерен, вот такое всякое. Это гораздо более медленные углеводы. Ну, я не буду сейчас углубляться подробно во всякие продукты, описывать все это. Но белками и жирами вы не наберете вес. Вы только можете остановить похудение, если будете есть много белков и жиров. Самое главное, это не есть углеводы. Ну, и напоследок о сахаре. Сахар, я уже рисовал эту схемку, но давайте напомню еще раз и более подробно. Он расщепляется, это дисахарид. В нем как бы две сахарные составляющие. Это глюкоза и фруктоза. Если глюкоза нужна нашим тканям, фруктоза никуда не задействуется. Она единственная, что только печенью может быть превращена в жир. В сахаре ее ровно половина массы. Если в том, что вы съели, содержалось 10 грамм сахара, значит 5 грамм превратится во фруктозу. И она только будет плавать в крови и попадет в печень. И печень должна ее переработать на жир. Если вы съели много сахара, то у печени вдруг внезапно оврал, очень много работы, ей нужно резко промышленное количество фруктозы переработать в жир. Проблема, получается, во-первых, в том, что если вы не используете диету с голоданиями, у вас нет интервальных голоданий, и ложитесь вы спать сытым, и вам еды хватает на всю ночь, то этот жир никогда не будет задействоваться. Печень перерабатывает фруктозу в жир, и он так и остается. Организм никогда не придет за ним, потому что у него всегда в крови плавает новая еда. Это очень большая проблема. То есть, когда вы едите сахар, печень перерабатывает его в жир, и потом избавляться от этого можно только голоданиями. Пока вы не голодаете, за этим жиром никто не придет. И у вас заполняется вся брюшная полость так называемым висцеральным жиром, вам уже органам тесно там становится, вы тяжелые, говорят, кость тяжелая. Нет, это не кость тяжелая, это висцеральный жир. У вас брюшная полость заполнена многими килограммами, вот такой вот массой просто жира. Снаружи там на пару сантиметров всего над прессом у вас так пухленько, а внутри очень-очень много жира. Вот. Ну и когда... Можете посмотреть фильм «Сахарная лихорадка», где доброволец, который три года жил без сахара, потом стал принимать сахара столько, сколько средний австралиец. Ну, он сам из Австралии. И он анализы крови сдал. И через месяц, поедая сахара там 160 грамм, кажется, в день, он пошел, через месяц еще сдал анализы, и ему сказали, что у него в крови плавают какие-то органеллы из клеток печени. То есть они говорят, клетки печени у тебя надрываются, лопаются, и их содержимое попадает в кровь. Вот, что стало происходить. То есть раньше этого не было, а сейчас изменилось только то, что ты ешь сахар. Вот, пожалуйста, такое происходит. Поэтому сахар – это злейший враг. Можете загуглить, ну, на ютубе ввести «Три года без сахара». Посмотрите очень интересное видео от очень спокойного, приятного автора, и посмотрите на его физическую форму. Я тоже раньше некогда было заниматься этим вопросом. Ну, раньше я когда-то сделал видео о том, что сахар вреден, но более-менее его после этого еще как-то употреблял. В последние месяцы я совершенно не употребляю сахар, и планирую так и жить, и супруга моя не употребляет сахар, и прекрасно себя чувствует, каждый день все лучше и лучше. В общем, друзья, вот такими маленькими порциями с интервальным голоданием питаетесь. После того, как много веса лишнего ушло, и вы уже такой более-менее нормальный, можете начинать делать интенсивные нагрузки короткие в зале. Сахар и быстрые углеводы лучше исключить и есть другую пищу. И самое последнее, если вам еще неудобно ходить в тренажерный зал, тут для вас хорошие новости. Если вы просто дома сначала привыкнете делать приседания, вот вы похудели уже, более-менее вы нормальный, нежирный, то есть у вас тело так более-менее в каких-то рамках, сначала привыкли приседать и отдыхать. Можете делать там три подхода с хорошим отдыхом, с хорошим глубоким отдыхом между подходами, минут по семь. После чего постепенно можете переходить на бёрпи. Это когда вы упали, отжались и выпрыгнули вверх. Все, приземлились, опять упали, отжались, выпрыгнули вверх. Можете так делать подходами, неважно по сколько раз. Главное быстро, чтобы была интенсивная нагрузка, чтобы вы сильно напряглись. Опять же, плавно, да, плавно к этому приходите, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И вот просто делаете три таких подхода. Между ними сначала семь минут, потом вы заметите со временем, что вы будете успокаиваться уже гораздо быстрее. Шесть минут, пять минут, четыре минуты, три минуты. И потом вы заметите, что для вас сделать такой подход, раз десять, пятнадцать, это уже не проблема. Вы сделали, и через две минуты вы как огурчик. Это будет великолепная физическая форма. И самое главное, что если вы уже применяете вот эту диету, похудение, у вас рельефчик уже, то есть жирок уходит, рельефчик прорисовывается, и вы вот такие бёрпи делаете, просто три подхода. Можно каждый день просто один раз вот так три подхода сделать. Если вам ещё мало, можете два раза за день. Где-то вы в первой половине дня, может, вы часто дома бываете, где-то в первой половине дня три таких подхода сделали, и во второй половине дня три таких подхода сделали. И всё. Вам не нужно ходить никуда специально зимой по слякоти в какой-то тренажёрный зал, по темноте возвращаться, далеко в опасном районе. Можете только это делать. Аккуратно вот так питаться, и резкие вот такие вот нагрузки, ещё раз говорю, к которым вы приходите плавно, постепенно, да? Но в итоге резкие нагрузки с хорошим отдыхом, с восстановлением дыхания и пульса. И у вас всё будет прекрасно, и вы будете в отличной форме, друзья. Заранее вас с этим поздравляю. С вами был Торвальд. Пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин